Возбудителем большинства видов и этих новообразований кожи является вирус папилломы человека, бородавки и всё, что о них нужно знать – тема этого выпуска. Здравствуйте, мои хорошие! Бородавка – это доброкачественное заболевание кожи, вызванное вирусом папилломы человека. Она является второй по распространённости проблемой среди всех заболеваний кожи, где первое место занимает такой недуг, как угревая сыпь. По статистике, каждый десятый житель Земли имеет на своём теле эти неприятные выросты, а более 60% всего взрослого населения являются носителями вируса, вызывающего бородавки. Чаще всего бородавки имеют вид округлых образований, сосочков или цветной капусты, о размерах которых колеблются от одного до нескольких миллиметров. Они могут возникать на разных участках тела и иметь очень неэстетичный внешний вид. Как я уже сказал ранее, причиной появления бородавок является вирус папилломы человека, который передаётся от человека к человеку при непосредственном контакте или через предметы общего обихода. В настоящее время, наукой выявлено более 100 разновидностей этого вируса. Поражать вирус папилломы способен только людей, поэтому все разговоры о том, что бородавками можно заразить саджат, являются обычным мифом. Проникнув через мелкие ссадины и трещины кожи или слизистых оболочек, вирус внедряется в нервную ткань, где и засыпает в ожидании благоприятных условий, которые наступают в тот момент, когда организм человека испытывает стресс, страдает от серьёзных заболеваний или просто понижается иммунитет. В этот момент вирус покидает насиженные клетки нервной системы и, проделав обратный путь к коже, поражает там клетки сосочкового слоя и эпителия, где и начинает интенсивно размножаться, заставляя заражённую клетку производить своих собратьев. Учёными подсчитано, что в поражённой вирусом клетки может содержаться до двухсот копий возбудителя. В ходе размножения вирус перестраивает и видоизменяет захваченные клетки, параллельно стимулируя их разрастание, что со временем и оборачивается появлением бородавки. Заразиться вирусом папилломы можно несколькими путями при непосредственном контакте с инфицированным человеком рукопожатия, поцелуй, через бытовые предметы, поручни в общественном транспорте, перила, ручки дверей, полотенца, при использовании посуды, которой пользовался больной, при половом контакте, при ношении чужой обуви или посещении бассейнов, бань и саун. Всего медиками открыто около 30 видов кожных новообразований, которые на данный момент относят к бородавкам. Их внешний вид зависит от разновидности папиллома вируса и места локализации на теле. Давайте рассмотрим наиболее часто встречающиеся виды бородавок. Самыми распространёнными считаются обыкновенные или вульгарные бородавки, которые чаще всего растут на руках. Они имеют полукруглую форму с неровной ворсинчатой поверхностью. Цвет обыкновенных бородавок варьируется от розового до серовато-белого, величина от нескольких миллиметров до полутора сантиметров. Вторыми по частоте встречаемости являются подошвенные бородавки, а внешне они выглядят как утолщение кожи желтоватого или серого цвета. Данный вид бородавок довольно болезненный и доставляет своему хозяину массу неприятных ощущений при ходьбе. Плоские или юношеские бородавки чаще всего встречаются в детском и подростковом возрасте. Излюбленное место их локализации – лицо, руки и ноги. Как правило, больших размеров они не достигают. Средний размер юношеских бородавок колеблется в пределах 4-5 миллиметров. Внешне они плоские, имеют неправильную форму и незначительно возвышаются над поверхностью кожи. Окраска этих бородавок, как правило, розовая, коричневая или желто-серая. Генитальные бородавки, или как их еще называют, остроконечные кандиломы, растут на половых органах, лобке и между бедрами. Также данный вид бородавок может развиваться во рту или горле человека после орального полового контакта с инфицированным. А внешне генитальные бородавки напоминают шишки, похожие на цветную капусту телесного цвета. Основной путь передачи остроконечных кандилом – половой. Кандиломы считаются самым опасным видом бородавок, так как без должного лечения они способны к озлокачествлению и провоцированию развития онкологических заболеваний. В молодом организме с крепкой иммунной системой бородавки излечиваются самостоятельно, в течение полугода – года, и появившаяся кандилома или бородавка исчезает сама собой. А вот в зрелом возрасте, к большому сожалению медицины, вирус папилломы пока не излечим. Попав в организм человека, он остается здесь навсегда. Можно только лечить его проявления. Зачастую все бородавки, кроме подошвенных и генитальных, не вызывают никаких беспокойств, и удаляют их исключительно в косметических целях. Однако без должного лечения и при снижении иммунитета, даже обычные бородавки способны разрастаться, захватывая все новые и новые участки кожи. Как бы это странно ни звучало, но у впечатлительных людей бородавки на коже легко поддаются лечению с помощью внушения. А видимо по этой причине наши предки успешно справлялись с ними с помощью заговоров. Но вот у человека с сильной нервной системой этот фокус не проходит. Для удаления бородавок, желательно обратиться за помощью к врачу-дерматологу. Он не только поможет подобрать подходящий для этого способ, но и назначит необходимые медикаменты, витамины, средства повышающие иммунитет, успокаивающие препараты и так далее. Особенно не тяните с походом в поликлинику, если бородавка неравномерно окрашена, зудит, болит или даже кровоточит, очень быстро меняет свой внешний вид, находится в области половых органов. Самостоятельное лечение бородавки в этих случаях может привести к плачевным для здоровья последствиям, так как с бородавками можно перепутать куда более серьёзные новообразования. Для консервативного лечения бородавок в медицине создано большое количество лекарственных препаратов. Вот некоторые из них. Криофарма. Его лечебное действие основано на замораживании поражённых участков кожи. Коломак и пластырь солипод, которые керателизируют папилломы. А также ферризол, берукоцид и вартек, вызывающие некроз бородавок. Помимо этого, при появлении на теле бородавок, не лишним будет пройти курс противовирусной терапии. Так как бородавки вызываются вирусом папиллома человека, стимуляция иммунной системы – ещё один важный этап лечения, направленный на поддержание внутренних механизмов организма борьбы с вирусами. Кроме медикаментозного лечения, современная медицина имеет в своём арсенале достаточно большой запас методик, позволяющих бороться с бородавками. Это диатермокоагуляция, прижигание бородавок током высокой частоты, криодеструкция, разрушение папиллом путём замораживания сжиженными газами с низкими температурами кипения, лазерное удаление бородавок, радиоволновая терапия, удаление образований высокочастотными радиоволнами, прижигание выростов едкими кислотами или щелочами. Ну и, конечно, классическое хирургическое удаление бородавок. Что касается народных методов лечения, то они эффективны только на начальном этапе, пока бородавка ещё не достигла больших размеров. Давайте рассмотрим некоторые из них. Чеснок издревле использовался народной медициной для удаления бородавок. В нём в больших количествах содержатся вещества, оказывающие противовирусные, противоотечные и противовоспалительные действия. Способ использования чеснока достаточно прост. На зубчики делают срез и натирают им бородавку. Через минуту процедуру повторяют, предварительно сделав новый срез. И так до тех пор, пока зубчик чеснока не закончится. Процедуру следует делать ежедневно до полного исчезновения бородавки. А масло чайного дерева также обладает противовирусным и противовоспалительным действием. Смочив ватный тампон в масле 3-4 раза в день им обрабатывают бородавки. Длится такое лечение около двух недель. Отлично помогает в лечении сок чистотела. Смазывая соком бородавки ежедневно 3-4 раза, можно добиться полного исчезновения наростов уже через месяц. Смазывание йодом эффективно, но только при лечении небольших нитевидных бородавок или маленьких папиллом на тонкой ножке. А вот как же защититься и предотвратить появление бородавок? Во-первых, конечно, это строгое соблюдение правил личной гигиены. Тщательно мойте руки с мылом после посещения улицы. При малейших порезах кожи обрабатывайте их йодом или зеленкой. Зарядите себе личное полотенце и тапочки. И никогда не пользуйтесь общими вещами каждодневного пользования. Откажитесь от синтетической обуви в пользу натуральных тканей и кожи. В интимной жизни постарайтесь иметь одного сексуального партнера. Это снизит риск заражения не только вирусом папилломы человека, но и убережет вас от более серьезных заболеваний, передающихся половым путем. Ну и конечно не забывайте о своей иммунной системе. Закаляйтесь, ведите активный и здоровый образ жизни и по возможности избегайте стрессов. Не болейте, ставьте лайки, заходите в сообщества ВКонтакте, подписывайтесь на канал. Здоровья Вам!